Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный совет – трудолюбие. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретилась с юными самарцами, которые занимаются фигурным катанием, и рассказала о критериях успеха. Резьба по дереву, искусство керамики и роспись платков. Самарские умельцы получат поддержку от областных и городских властей. В Самарскую область прибыл очередной поезд с вынужденными переселенцами из Донбасса. На перроне в Тольятти их встречал губернатор Дмитрий Азаров. Руководители ответственных ведомств, сотрудники социальных служб, врачи и волонтеры. Подробности в сюжете. В Самарскую область на железнодорожный вокзал в Тольятти прибыл второй спецпоезд. В регион приехали 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребенка. Их встретил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Постараемся позаботиться о вас вместе с земляками, чтобы почувствовали себя защищенными, комфортно. Надеюсь, оцените наше гостеприимство и доброжелательность. Региональный оперштаб заранее отработал все вопросы организации встречи и размещения людей во временных пунктах. Были сформированы списки приезжающих, что позволило подготовиться к приему с учетом возраста, состояния здоровья, особых потребностей людей. На ЖД вокзале помогали волонтеры. Мы не могли остаться в стороне, хотели помочь людям, хоть какое-то участие принять в их, ну скажем, сложной жизненной ситуации. Большая часть приехавших переселенцев будет размещена в оздоровительном лагере «Космос-2» в Красноярском районе. Порядка 120 человек в санатории «Алые паруса» в Ставропольском районе. В пунктах временного размещения организовано полноценное горячее питание, медицинское обслуживание и информационное сопровождение. Понятно, что люди обеспокоены тем, что вынуждены были покинуть свои дома. Постараемся сделать так, чтобы они почувствовали здесь себя комфортно, почувствовали себя здесь защищенными. Сегодня подготовлены все условия, естественно, питание. Сегодня люди разместятся, отдохнут. И уже, я уверен, что со следующей недели будем подробно обсуждать, какие есть потребности. Многие люди хотят поехать в другие регионы к своим родным, близким людям. Мы такую возможность предоставим. После отдыха переселенцы начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб. Пройдут медицинское обследование, ПЦР-тестирование. Переселенцы смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей. А также будут обеспечены сотовой связью для общения с близкими. Наша задача в том, чтобы их обогреть, накормить, помочь трудоустроить взрослых людей, которые хотят работать. Мы уже подготовили такие предложения. Дети, безусловно, пойдут в школы и в детские сады. Для помощи всем прибывающим из Донбасса в Самарскую область, в том числе самостоятельно, работает горячая линия Министерства социально-демографической и семейной политики региона. 8 800 100 56 61. Михаил Ермоленко, Анастасия Иванова. События. Самарские муниципальные театральные коллективы отметили Международный день театра. Как и полагается по традициям, сделали это с шутками, песнями и капустными пирогами. Поздравила лицедеев и глава Самары Елена Лапушкина. Кому раздали слонов и чей пирог самый вкусный, расскажем в следующем сюжете. Пародии, шутки, веселые песни и миниатюры про внутреннюю кухню театра. В этот раз самарские актеры могли позволить себе много вольностей на сцене. Ведь в зрительном зале сидели их коллеги. Артисты муниципальных труп отметили Международный день театра традиционным капустником. Поздравила служителей сцены и глава Самары Елена Лапушкина. Она вручила благодарственные письма всем театральным коллективам. Мне хочется канон этого праздника, да и сам праздник, конечно, пожелать новых творческих проектов, новых спектаклей, новых идей. Благодарные публике и мира всем нам. Добра, здоровья и счастья. С праздником, друзья! Кроме того, всем руководителям раздали слонов, обыгрывая известную фразу из произведения Ильфа и Петрова, поощрив их за работу в этом театральном сезоне. На заре прошлого века еще, когда появилось телевидение, потом интернет, все думали, ой, театр умрет. Театр не умрет никогда, потому что живого общения, которое есть сцены из зрительного завода, никогда никто не заменил. Завершился капустник по традиции большой праздничной трапезой, где во главе стола были капустные пироги. Коллектив каждого муниципального театра испек традиционное угощение для конкурса, а также подготовил небольшой номер презентацию своей выпечки. Жюри лучшим выбрало пирог театра «Лукоморье». Но подарки получили все коллективы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии и вручил им заслуженные награды. Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации была создана на основе внутренних войск в 2016 году. Но история ведомства уходит своими корнями в начало XIX века, когда указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи. Свой профессиональный праздник росгвардейцы отмечают 27 марта. Порядка 90% от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году обрели свои семьи. Существенно сократился рост числа малышей, оставленных родителями в роддоме. Положительной динамики удалось добиться благодаря реализации социальных программ, направленных на поддержку тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили на еженедельном совещании в городской администрации. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Своевременная финансовая, психологическая помощь и, как следствие, сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году порядка 90% от общего числа детей-сирот обрели свои семьи. Существенно меньше стало и малышей-отказников, оставленных родителями в роддомах. Этому поспособствовали государственные мироподдержки, направленные на улучшение материального положения, своевременные выплаты материнского капитала и реализация социальных программ. Если в 2006 году в роддомах Самары оставили 192 ребенка, то к 2020 году эта цифра сократилась в десятки раз. В итоге в этом году мы пришли к тому, что всего 20 детей в родильных домах остались у нас на попечении государства. И из этих 20 мы уже двоих детей вернули в родную семью после работы с семьей. 12 детей отдали на усыновление и удочерение. 4 ребенка переданы под опеку. И только 2 ребенка, имеющих тяжелые патологии при рождении, повещены в дома ребенка. Сведения о детях-сиротах заносятся в специальный банк данных. Этот ресурс позволяет выяснить число ребят, оставшихся без попечения родителей. Так, в конце 2021 года в банке данных состояло 274 ребенка, тогда как в 2020 году их было 569. В основном это дети подросткового возраста, а также дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же в банке данных информация о ребятах, как правило, из благополучных семей, которые остались без попечения одного или двух родителей по роковому стечению обстоятельств. В 2019 году основными причинами являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. И аналогичная ситуация была в 2020 году. Однако в 2021 году на первое место вышел ковид. Также высокий процент продолжает удерживать онкологические заболевания. Из 297 детей, сведения о которых находятся в банке данных, 46% – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 33% – дети от 7 до 14 лет. И только 21% – это малыши. Все они нуждаются в родительской любви, внимании и заботе. Активная работа Департаментом опеки и попечительства ведется и в отношении детей, которые по тем или иным причинам были изъяты из семей и отправлены в госучреждение. 103 ребенка после профилактических бесед с родителями были возвращены домой. И 75 ребят пока остаются в соцучреждениях с шансом вновь отправиться в свои семьи. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самарском дворце спорта прошла встреча юных фигуристов с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой и задать интересующие вопросы получили возможность дети из многотетных семей, которые занимаются фигурным катанием. Какие напутствия дала ребятам заслуженный мастер спорта, расскажет Максим Магомедов. Главный фактор успеха в любом деле – это трудолюбие. Такое напутствие маленьким фигуристам дала заслуженный мастер спорта Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка выступила в Самаре с шоу-программой и высоко оценила новый ледовый дворец спорта, особенно качество льда. Заслуженный мастер спорта отметила, как важно было для нее в детстве иметь возможность пообщаться с выдающимися фигуристами. Я из Днепропетровска и помню себя вот такой маленькой, даже еще меньше девочкой, когда к нам в Днепропетровск приезжали все именитые фигуристы того времени. И это огромное счастье, это какое-то вот то, что ты рядом, можешь соприкоснуться, посмотреть. Мне кажется, на всю жизнь этот день остается в памяти. И я всегда с удовольствием уделяю внимание этим моментам. Во время встречи Татьяна Навка рассказала начинающим спортсменам, как развивать свои таланты, преодолевать трудности и воплощать свою мечту в реальность. Участники беседы поинтересовались у спортсменки, какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала. Самое главное это трудиться, учиться, стремиться, совершенствоваться. Для этого у вас все есть. Это замечательный каток, руководство, которое помогает, заботится о вас. Встреча с олимпийской чемпионкой прошла благодаря проекту Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья», который направлен на мотивацию молодежи к выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. Герои проекта на личном примере рассказывают о победе над жизненными ситуациями и достижении успеха. Сегодня у ребят горели просто глаза, и мы видели, что новые наши вершины, по крайней мере, фигурного катания или спорта любого, который связан с замечательным льдом, который в Самаре реализован в рамках нацпроекта, как нигде в других субъектах, мы увидели, что это, конечно, сегодня сидят наши будущие чемпионы. Встреча завершилась групповой фотографией и автограф сессии от звезды. На память ребята подарили Татьяне мягкую игрушку. Максим Магомедов, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 461 случаи заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 373 928. Такие данные в понедельник, 28 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1179 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 354 843 пациента. В Самарской области рекомендовали смягчить коронавирусные ограничения для школьников. Решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с ковидом. Федеральный Роспотребнадзор ранее отменил требования о закреплении за каждым классом отдельного учебного помещения. Также отменено требование о разработке расписания с разным временем начала уроков и перемен для минимизации контактов между детьми. В местах проведения экзаменов отменяется требование соблюдения социальной дистанции в полтора метра и зигзагообразной рассадки учеников по одному человеку за парту. Кроме того, рекомендовано отменить обязательное предъявление медицинской справки для детей, которые были в контакте с ковид-пациентами. Разрешается стопроцентное заполнение детских лагерей. 73 протокола на минувшей неделе выписали сотрудники полиции в отношении самарцев за отказ надевать маски в общественном транспорте. В городе продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер. С начала пандемии количество оформленных административных протоколов перевалило за 1700. Наша съемочная группа приняла участие в рейде совместно со специалистами городминистрации и компаниями-перевозчиками. Салон общественного транспорта, в котором все пассажиры в масках. Но так бывает не всегда, и нарушители санитарных ограничений еще встречаются. Ежедневно специалисты департамента транспорта, полиция, народные дружинники и представители городских перевозчиков проверяют салоны автобусов, трамваев, троллейбусов, а также станции и вагоны метро на соблюдение самарцами антиковидных мер. В профилактические рейды комиссия выходит по 80 раз в неделю. Проверки идут на всех маршрутах, курсирующих в Самаре. В понедельник утром рейд прошел в районе одной из самых оживленных развязок города, в Постниковом овраге. Проверяющие напоминают, отсутствие маски может повлечь санкции. Одна из самых серьезных – штраф для физлиц до 30 тысяч рублей. Гражданам, которые забыли взять маску в дорогу, предлагается немедленно покинуть салон. Сейчас уже, может быть, сложилось такое отношение, что ковидом переболели практически все. Не так уж он может быть и страшен кому-то, кажется. Тем не менее, требование носить маски сохраняется. Оно направлено на то, чтобы защитить жизнь и здоровье наших пассажиров. Поэтому будьте добры в транспорте его выполнять. Только за прошедшую неделю в отношении нарушителей составили 73 материала. С начала пандемии оформили 1771 административный протокол. Безопасность во всех видах транспорта во время пандемии обеспечивается не только соблюдением масочного режима. Ежедневно состав моют и дезинфицируют. Мобильные бригады трудятся круглосуточно. А инженерные службы следят за тем, чтобы исправно функционировали рециркуляторы в салонах. Помимо этого, большая часть персонала транспортных предприятий привилась от коронавируса. Недавно коронавирусные ограничения в регионе смягчили. Но если требование носить маску в общественных местах, включая городской пассажирский транспорт, по-прежнему в силе, то сроки пополнения транспортных карт вернули на доковидный режим, напоминают специалисты. Теперь оплачивать социальную и безлимитную карты необходимо с 11 числа текущего месяца до 10 числа каждого следующего месяца. Во время ограничительных мероприятий по просьбам пассажиров сроки были увеличены на 10 дней. И пополнить социальную и безлимитную карту любой желающий мог до 20 числа включительно. Профильный городской департамент, перевозчики и единый оператор электронного проездного постоянно напоминают пассажирам о том, что необходимо следить за своевременным пополнением карт и оплатой своего проезда. Использовать маски, надевая их уже перед входом в салон и не снимая на протяжении всей поездки. Средства защиты должны применять и взрослые, и дети. При этом маска должна закрывать и рот, и нос. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Резьба по дереву, лепка из глины, роспись украшений. Мастеровые представили свои работы на фестивале «Самарское культурное ремесленное наследие». Проекты оценят представители городских и областных властей. Лучшие найдут поддержку и будут реализованы. Подробности в нашем сюжете. Работы самарского мастера домовой резьбы Сергея Пимахина можно увидеть в старом центре города. Он помогает восстанавливать уникальные здания, вырезать наличники, всевозможные украшения для фасада. Рассказывает, резьбу увлекся 12 лет назад. За это время преобразил более сотни домов. Наша Самара, она очень уникальна в плане домовой резьбы, потому что много еще сохранилось вот этих наличников 19 века, которые радуют своей красотой. Необычные они отличаются от золотого кольца или от сибирских наличников. Они легкие, ажурные, витиеватые, очень интересные и примечательные. И как бы хотелось бы это все сохранить и, может быть, дать новую волну в свете того, что люди хотят жить все-таки больше в частном жилье. Сергей рассказывает, когда много умеешь, хочется поделиться своими знаниями с другими. Сейчас он вместе с представителями областных и городских властей обсуждает возможность открытия ремесленной школы. О своих идеях самарские умельцы рассказали на фестивале «Самарское культурное ремесленное наследие». У нас здесь есть несколько проектов, которые мы хотели бы продвинуть, и проекты образовательного такого направления. И, естественно, чтобы туристы смотрели, какие у нас были мастера и какие традиции. Гридыбаев его называли еще самарским кулибином, который первое ремесленное училище здесь создал. Рычулков – замечательнейший мастер, который являлся членом ремесленной семьи, династии. И здесь, в Самаре, как раз у него было музыкальное депо, и он здесь, именно в Самаре, получил патент на баян. Самарские ремесленники находят поддержку у областных и городских властей. Ежегодно на речном вокзале проводится ярмарка, на которой они могут продать свои работы. Для этого там созданы специальные торговые домики. В этом году Самара участвует в конкурсе «Рост туризма. Туристический код города». В случае победы их обновят. Особое место в формировании туристической привлекательности Самары является крафтовый туризм. И сегодня данной теме будет посвящен наш фестиваль, на котором мы заслушаем презентации наших уважаемых мельцев, ремесленников. Самарское областное училище культуры – настоящая кузница талантов. Там обучают росписи по дереву, глине, по ткани и даже учат ткать ковры. Особое место в творчестве студентов занимает гордость самарской архитектуры – здание в стиле модерн. На протяжении последних восьми лет мы совместно с Ассоциацией «Ремесленная палата» работаем над темой сохранения стиля модерн в нашем самарском, скажем так, прикладном искусстве. Здесь представлены работы, выполненные нашими студентами. Это эскизные зарисовки того, что осталось в архитектуре от стиля модерн. Мы работаем именно над сохранением национальных традиций в самарском регионе. Все идеи, озвученные самарскими умельцами на фестивале, будут поддержаны и могут найти воплощение уже в ближайшем будущем. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Дзюдоисты по Волжье, спортсмены и тренеры на этой неделе вспоминают легендарного самарского гуру борьбы Павла Ивановича Иванникова. Десять лет назад его не стало. И вот уже десятый год подряд в Самаре проходит турнир в его честь. На соревнования приезжают побороться за награды юноши и девушки до 15 лет. Тему продолжит наш корреспондент. Дзюдо было смыслом жизни легенды самарского спорта заслуженного тренера России Павла Ивановича Иванникова, вспоминает вдова Ольга Александровна. Супруга не стало десять лет назад, но сейчас его дело продолжают ученики. И внук, который ходит заниматься дзюдо в спортшколу мужества, созданную его дедом. Это была его жизнь. Наверное, поэтому вот десять лет подряд идет этот турнир. И, конечно, мы понимаем, что его нет. Это ему не надо. Это надо им. И это надо нам. Мне. Юбилейный десятый мемориал Иванникова собрал на татаме три сотни дзюдоистов из шести регионов России. Самары, Оренбурга, Саратова, Пензы, Ульяновска и Уфы. Спортсмены младше 15 лет приезжают на соревнования не столько за наградами и разрядами, сколько вспомнить о добрых делах легендарного тренера и основателя спортшколы мужества. Сейчас юные самарские спортсмены, а их больше тысячи, занимаются в десяти залах при общеобразовательных школах по всему городу. За десять лет спортшкола воспитала десять чемпионов России и больше двухсот чемпионов Самарской области. Да, я могу смело сказать, что наша школа номер один именно по развитию дзюдо в Самарской области. Спортсмены школы мужества, закончив соревновательную карьеру, зачастую переходят на тренерскую работу. Виктор Улитин один из восьми таких мастеров. Он продолжает не только тренерские традиции, но и философию основателя школы Павла Иванникова. Принципы работы своего наставника он реализует с каждым своим воспитанником. Я стараюсь ребенку примить, чтобы характером он никогда перед кем не проседал. Чтобы у него был мужской стержень, когда это будет касаться не только спорта, это и в школе, в учебе, дальше это будет в университете, на работе. Чтобы он отставил свою позицию, чтобы у него было свое мнение. И все понимают, что невозможно всем быть олимпийскими чемпионами, но человеком ты быть должен. 31 марта, в день, когда Павел Иванников ушел из жизни, все его друзья и огромная семья дзюдоистов соберутся по традиции дома у вдовы, чтобы еще раз вспомнить легендарного человека и настоящего профессионала. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Самарцы смогут принять участие в оценке реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году в рамках проекта в регионе благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий. А в Самаре начнутся работы по обновлению парков «Молодежный», «Воронежские озера», «Сквера имени Куйбышева», «Сквера Узакса» на улице Сергея Лозова-Промленческом и «Сквера на Ташкентской». Ссылку на опрос можно найти в телеграм-канале главы города Елены Лапушкиной, которая призывает жителей не оставаться в стороне. Не останавливая трамваи. В Самаре идет перекладка водопроводной линии под трамвайными путями на улице Клинической. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести с Дворянской». На улице протяженностью 22 метра меняют трубопровод, который задействован в холодном водоснабжении. Однако отключение потребителей не планируется. Подача воды в многоквартирные дома идет в штатном режиме. Завершить перекладку и благоустроить территорию должны до конца недели. Департамент городского хозяйства и экологии Самары поделился фотографиями уборки снега на улице Юридической в лучах весеннего солнца. Показал обработку проезжей части противогололедными материалами на улице Ташкентской и откачку талых вод на проспекте Карла Маркса. Лекторий «Самара культурная» соберет слушателей 29 марта на Вилоновской, 30. Молодые люди встретятся с деятелями культуры, чтобы узнать о творческих профессиях и особенностях работы в театре, библиотеке и музейном комплексе. По итогам лекции участники смогут задать вопросы выступающим, вступить в дискуссию и сделать памятное фото. Об этом рассказывает в своем телеграм-канале глава Ленинского района Елена Бондаренко. Ребята из поселка Зубчининовка, аэропорт 2 и Восточный написали письма и нарисовали рисунки в поддержку солдат, которые сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им важна поддержка, теплые слова и пожелания, сообщает в телеграм-канале администрация Кировского района Самары. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова